Приветствую вас и если обрисовать проблему одним словом, то ее можно назвать так. Противоречие между соотнесением вас к друг другу в качестве мужчины и женщины и мужа и жены. Пожалуй, вот это основная проблема, которая мне видится у вас. То есть, если раньше вы были для друг друга мужчиной и женщиной, то впоследствии произошло так, что вы стали в большей степени друг для друга мужикой и женой. И оказалось, что ни вы, ни ваш супруг к этому просто не готовы. И отсюда у вас спасли все проблемы. Но это, так сказать, обрисовка вашего конфликта в целом. То есть, чтобы вы понимали, как вообще, откуда взялась эта проблема. А вот, если разбирать ее на суставной части, что мы и будем делать, то начать нужно с того, что вы пишете. Значит, пытаемся разговаривать, но все время переходим на взаимные претензии. То есть, у вас где-то на каком-то этапе жизни, на каком-то этапе совместного проживания Образовался конфликт. Может быть, какое-то недопонимание друг к другу. Может быть, какая-то недоговоренность. Может быть, что-то еще. И это, конечно же, спровоцировало вас и вашего мужа, что гораздо более критичнее, как мне кажется, в данном случае, на то, чтобы вы начали копить в себе вот это вот ощущение. Это недоговоренность друг к другу. Значит, в таком случае, я надеюсь, вы понимаете, в таком случае нужно вам для себя понять, с какого момента началось то, что вы нам здесь описываете. То есть, с какого момента у вас начались такие проблемы? Когда вы перестали друг с другом нормально разговаривать? С какого момента? Это первый важный вопрос, на который вам нужно ответить. Потому что взаимные претензии, если их, как бы, дали загубить, если их не прерывать, если их не пытаться остановить, то взаимные претензии, они перейдут к какой-то проблеме. Вот такой, знаете, в казневой проблеме, в проблеме-источнике, с которой все началось. И суть заключается в том, что эта проблема, она не была решена вами, вами, я имею ввиду, с мужем, она не была решена вами, с мужем полностью, и в результате появилось накопление негатива в вашей жизни. И именно из-за того, что негатив у вас копиться начал, после того, как эта проблема-источник появилась, у вас теперь все разговоры сводятся к взаимным претензиям. Значит, как решить именно эту конкретную проблему? Именно эту конкретную проблему можно и нужно решать через, через, ну, во-первых, поиск этого конфликта, потому что, я надеюсь, вы понимаете, что прежде чем работать с конфликтом, его нужно найти. Второе. Второе. После того, как конфликт будет найден, вам нужно будет, и вам, и вашему мужу, нужно будет выразить полностью свои эмоции касательно этого конфликта. Причем, в обязательном порядке нужно сказать, что конфликт, вот этот вот отравной конфликт и конфликт, он для вас, например, и для вашего мужа, он может быть разным. То есть, для вас, например, это отравная точка, там, одна. Для вашего мужчины это отравная точка другая, но ее нужно найти. Это важно. Очень важно. Без этого не получится никак наладить, вообще говоря, между вами, хоть какую-то взаимосвязь. Дальше. Дальше вы пишете про интимную жизнь, и здесь момент тоже очень важный, очень, очень деликатный, потому что, если у вас проблемы в интимной сфере, то, конечно же, будут проблемы и во всех остальных сферах тоже. Давайте подумаем. Вот, вас обоих не устраивает что-то в интимной жизни. Что именно не устраивает вас в интимной жизни? Что именно вам не нравится? А что именно не нравится мужу? Я думаю, что было бы справедливо в этом случае, в этом контексте, немножечко все-таки, как бы, скрупировать претензии. Если вы не можете, например, разговаривать спокойно, без предъявления этих самых претензий, ладно. Но, я думаю, что вы в плане секса, то, что каждый из вас хотел бы, вполне себе можете, ну, как бы это сказать, вполне себе можете сформулировать. И вот это нужно сделать. Сформулировать то, что на данный момент вы хотели бы от своего супруга. Если вы сможете это сделать, я думаю, что это не так сложно все-таки. Если вы сможете это сделать, то тогда вам будет проще самой уже понимать, хотя бы к тему стремиться. Конечно, вы не описываете, какие конкретно проблемы, какие конкретно у вас, как бы, неудовлетворенности именно в плане секса. Я думаю, что вне зависимости от этого можно и нужно с ними так же разбираться. И надо сказать, что проблема невозможности разговаривать друг с другом и проблема в интимной жизни одна, знаете как, эти две сферы проблемных, их нельзя разделять слишком сильно. Но я бы на вашем месте эти проблемы и слишком сильно не соединял. Потому что пока не совсем понятно, имеют ли они связь друг с другом или нет. потому что может быть, может быть, эти проблемы возникли, как бы это сказать, параллельно друг с другом. А может быть, эти проблемы возникли одна из другой. Но из того, что вы пишете, совершенно не представляется возможным сделать какой-либо вывод относительно этого. но какая-то проблема является первичной. И вот в зависимости от того, какая проблема является первичной, я думаю, что именно с ней и нужно будет начинать решение ваших концептов. Далее вы пишете такую вещь, что вы хотите сохранить брак ради своих детей. И вы пишете, что это очень ну как бы значимое условие, значимая причина, по которой вы хотите сохранить свой брак. здесь я вам вынужден сказать о том, что если дети являются единственным условием, единственным основанием для вас, чтобы сохранить брак, то лучше вам этого не делать. То есть именно для детей брак лучше не сохранять. потому что дети на самом деле в силу своей повышенной чувствительности они, к сожалению, наиболее болезненно переживают то, когда их родители, например, соврестно, например, конфликтуют. и дети в силу своего эгоцентризма воспринимают или могут воспринять с очень большой и высокой долей вероятности то, что происходит с вами на свой счет. То есть они могут посчитать, например, что это именно они, то есть каждый ребенок отдельно виноват в том, что вы ссоритесь. И отсюда возникают проблемы, отсюда, конечно же, детям наносится вред. Отсюда, конечно же, у них могут появиться комплексы, страхи и так далее. И вы в этом не заинтересованы, я надеюсь, вашим супругам. но дальше вы пишите такую вещь, что вы все еще верите в то, что вы являетесь половинками друг друга. Несколько противоречивая конечно в детском формулировке, потому что в первой фразе вы пишите, что разводы не хотим из-за детей, во втором фразе вы пишите, что вы оба все же верите, что вы половинки друг друга. Я думаю, что в этом вопросе тоже нужно определиться. Если вы верите, что вы еще половинки друг друга, значит вас обоих живет желание что-то исправлять. Если есть желание что-то исправлять, то есть образ, есть идеал того, какими должны быть ваши отношения. если есть идеал отношений, то к нему можно стремиться. И на пути стремления к нему есть определенные препятствия, определенные блоки, и вот именно с ними вам нужно работать. Возможно, потребуется учиться уступать, возможно, потребуется где-то сглаживать углы, придется учитывать особенности характера вашего мужа, вас. И отношения гармонично можно выстраивать через два основные варианта, которые вам, наверное, уже рассказали мои коллеги. Первое это вместе с мужем работать, второе это работать только с вами, а вы полученные знания, полученные средства, полученное понимание будете переносить на взаимодействие со твоим супругом. У второго варианта есть одна погрешность, один минус. Дело в том, что вы действуя во втором варианте, будете чувствовать или можете чувствовать, что только вы стараетесь для отношений. И мужчина для этого ничего не делает. Чтобы такого чувства у вас не возникло, давайте если вы выберете второй вариант, определим какой для вас наиболее комфортный уровень вложения в ваши отношения. И давайте еще для начала вы все равно наверное будете как-то работать специалистами потому что абсолютно все эксперты говорят, что вам нужно консультироваться, вам нужно гармонизировать отношения и я в этом с ними согласен. Так вот, попробуйте выпишить друг у друга на листке бумаги желания каждого из вас. Это просто по пунктам основные желания чего вы хотите, чего хочет муж и готовы ли вы дать то, что хочет каждый из вас другой. Вы пишите, что хотите любви и счастливого мужа. Чтобы счастливый муж был рядом с вами нужно сделать его таковым. Нужно для этого осознавать то, что мужчина хочет. Нужно учитывать определенные и общие нюансы связанные с мужчинами и специфичные нюансы также связанные с мужчинами. Например, из общих нюансов можно перечислить например нежелательное затрагивание самооценки мужчины, а из специфичных можно затронуть учет характера именно вашего мужа. То есть понимаете, работа предстоит достаточно большая. Чтобы выстроить отношения, а отношения ваши возможно подкорректировать, нужно учесть все вопросы, которые я вам озвучу. Я повторю их еще раз, мы заканчиваем, я хотел бы подытожить, я повторю вам еще еще раз эти вопросы, чтобы вам было понятно. Первое, момент, в котором ваши отношения с мужчинами перестали ладиться. Если вы все время переходите на взаимные претензии, значит в корне есть конфликт до сих пор неразрешенный. Именно он является источником генерации негативных эмоций и для вас и для моих. Но у каждого из вас эта корневая ситуация, ключевая ситуация может быть разной. Хорошо, если она у вас одна, но для каждого из вас она может быть своя. Соответственно первое, что нужно сделать, это найти для каждого из вас эту корневую ситуацию, для этого придется как можно более подробную историю получить в ваших отношениях с мужем и тогда можно будет понять, что именно послушало причиной возникновения вот такого поведения, такого отношения между вами. Следующий момент, момент интимной жизни. Здесь важно учитывать и понимать желания друг друга, а также быть честным. Честность в интимной жизни это едва ли не самое главное в ней. Если вы не будете честны, если вы не будете бояться говорить что-то, если вы не будете делиться друг другом своими пересекланиями, то у вас ничего не получится. Кроме того, чтобы узнать желания друг друга в интимной жизни, обязательно еще ну хотя бы вам начать рассказывать, что вам нравится, а что не нравится. Мужчине нужно знать, какие его действия вам вас устраивают, вам нравятся, а какие нет. Если этого не говорить, мужчина не узнает. Женщина то же самое в принципе нужно знать. Поэтому старайтесь разговаривать об этом. Старайтесь искать особенности друг друга, изучать тело друг друга, чувствовать друг друга. Для этого не нужно спешить, для этого не нужно пропиться, и для этого самое главное не нужно изначально преследовать цель, именно доставить удовольствие. Просто изучайте друг друга, не думая ни о чем, не ставя никаких целей. Именно цели зачастую мешают нам их осуществить. Следующий важный пункт, значит, это дети. То, что вы хотите сохранить брак ради детей. И тут же вы пишите, что вы верите, что половинки друг друга. Это момент. Либо вы сохраняете брак ради детей, и только дети являются препятствием для развода. В этом случае я вам сказал, что дети это едва ли не самый болезненный аспект в семейных отношениях, потому что дети служат громад сводом всего негатива у родителей. И если вы желаете сохранить брак ради детей, то вы по сути этим им вредите. А если вы верите, что вы половинки друг друга, то тогда вам, именно вам, потому что вы обратились к нам, нужно перестать сидеть против вашего мужа, а брать и начинать говорить. Но говорить так, чтобы не обращать внимания на взаимные претензии. И это, пожалуй, вам одна из основных рекомендаций. Когда вы начинаете говорить, разговаривать, и видите, что ваш мужчина приходит на претензии, не обращайте внимания на эти претензии. Они направлены не на вас, они направлены на внутренний конфликт вашего мужа. И не вы виноваты в том, что он предъявляет вам претензии. Его вина в этом. Потому что у него конфликт. И человек этот конфликт не осознает, его не разрешает, но негатив от него, от этого конфликта проявляется в претензии. Как только вы перестанете обращать внимание на эти претензии, перестанете отвечать на них тем же самым, а будете неумолимо двигаться к изначальной цели разговора и все время как бы направлять мужа вслед за вами, то разговор беседы будут более продуктивными. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего доброго и удачи.